Голодовку прекратили. Заключённые во Владимирском Централе начали принимать пищу. 31 августа тюрьму номер два посетила региональная общественная наблюдательная комиссия. Члены делегации убедились в том, что все осуждённые не отказываются от завтрака. Жалоб и обращений от прибывающих за решёткой не поступало. Напомним, голодовка во Владимирском Централе началась 22 августа. Тогда от пищи отказались четверо осуждённых. О причинах они не сообщали. Через четыре дня трое из них вновь стали есть. А 30 числа и последний заключённый закончил голодовку. Пьяного водителя за решётку в Гусь-Хрустальном 36-летнего местного жителя приговорили к реальному сроку лишения свободы за езду под шофе. В нетрезвом виде за рулём автомобиля водитель попадался уже не раз в 15, 17 и 18 годах. Этот фактор и стал решающим при назначении наказания. Любитель выпить за рулём решением суда на 10 месяцев отправлен в колонию поселения, а ещё отстранён от управления автомобилем на три года. Приговор вступил в законную силу. Всемирные объекты особой туристской привлекательности. Именно такой статус теперь имеют города Суздаль и Гороховец. Данное решение единогласно приняли члены Международного комитета по вопросам туристской привлекательности и устойчивому развитию туризма на заседании в Пекине. В Международном комитете отмечают включение города целиком в список. Явление очень редкое. Новый статус повысил не только авторитет Владимирской области, но и всей страны. Ведь благодаря этому Россия поднялась в рейтинге всемирного списка объектов особой туристской привлекательности. Наша страна теперь сделит третье место в топе вместе с Германией. У каждой страны по 34 культурных объекта. День трезвости. 1 сентября в магазинах Владимирской области запрещена продажа спиртного. Сухой закон распространяется не только на крепкие спиртные напитки, но и на пиво, вино и алкогольные коктейли. Основание – региональный закон, принятый в 2014 году. Запрет не распространяется на кафе, бары, рестораны. Отметим, что наш регион далеко не единственный в России, в котором власти вводят дополнительные ограничения времени продажи спиртного. Так, в Ульяновской области, например, алкоголь крепостью свыше 15 градусов, не продают каждые субботу и воскресенье.